Мой красавец, не капризничай, ладно? Возьмите его. Конечно. Помаши маме ручкой, Мимо. Помаши маме ручкой. Пока. Хорошего дня, Осия. Спасибо, пока. Доброе утро. Доброе утро. Осия, я вчера не стал говорить в присутствии учительницы, чтобы не тревожить тебя. Но там жить нельзя. Мы должны снять тебе хороший дом. Осия, когда ты разводишься? Дата слушания назначена? Через 10 дней. Отлично. Послушай, Осия, я не хочу нервировать тебя. Слышишь? Обещаю, ты ни слова от меня не услышишь до тех пор, пока не разведешься. И не увидишь от меня поведение, которое бы тебе причинило неудобство. Я не буду давить на тебя с решением по поводу нас. Обещаю. Но я буду здесь. Знай это. Хорошо? Привет, Осия. Привет. Я буду не я, если не выбью тебе все 32 зуба. Без мозг, глазики. До него не доходит. Нет, ты только посмотри на него. Только взгляни. Какие жалкие и дешевые у него уловки. Козел без тыжи. Он еще и игрушку поднимает. Но надо же, игрушку поднял, придурок. Слушай, милый малыш, да? Да. Рассказать тебе кое-что про эту девушку? У этой девушки очень опасный брат. А еще есть отец. Тот еще хуже брата. И оба они полицейские. И сейчас я тебе сообщу еще более интригующие новости. Эта девушка замужем. К тому же уже во второй раз. Она вот-вот разведется со вторым мужем. Говорят, что она вернется к первому. Но я не знаю, конечно. Ты вроде хороший парень, так что не губи себе жизнь зря. Откуда ты это знаешь? Откуда я знаю? Она живет в нашем районе. Я знаю ее семью. Я просто даю тебе дружеский совет. А послушаешь ты его или нет, это дело твое. Ну все, парень. Иди по своим делам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!